Всем привет! В этом видео я расскажу о функции залипания клавиш в операционной системе Windows, для чего она нужна, о нескольких способах её включить и самое главное, как её отключить. С проблемой залипания клавиш в большей части сталкиваются люди, играющие в компьютерные игры. Играя в любимую игру и как это бывает в самый неподходящий момент, появляется такое окно. В следствии пользователи задаются вопросом, как же отключить эту надоедливую функцию, доставляющую неудобства и вызывающую у них негативные эмоции. Далее в видео вы увидите, как это сделать. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Но в то же время для других пользователей эта функция весьма востребована и помогает упростить работу за компьютером. Залипание клавиш предназначено для пользователей, которым трудно нажимать две клавиши одновременно. Если для выполнения какого-либо действия требуется нажать две клавиши, например Ctrl плюс P, функция позволяет нажать сначала клавишу Ctrl, которая останется активной до нажатия второй клавиши. Это также работает с клавишами Alt, Shift и Windows. Итак, сперва поговорим как включить эту функцию. Для ее включения непрерывно нажмите клавишу Shift пять раз подряд. На экране после звукового сигнала откроется диалоговое окно «Залипание клавиш». Здесь нажмите кнопку «Да» для подтверждения. Функция при этом активируется. Или же в окне поиска видите «Залипание» и откройте элемент, нажимаете клавиши по очереди для ввода сочетания клавиш. И в открывшемся окне «Включить и использовать залипание клавиш». Этот же пункт меню можно открыть перейдя в «Параметры», «Специальные возможности», выбрав раздел «Клавиатура». Здесь активировать индикатор в разделе «Использовать залипание клавиш». Еще один способ, который подойдет и для Windows 7 – зайти через панель управления. Для этого в поиске пишем «Панель управления», а в Windows 7 панель управления можно найти в меню «Пуск». Далее выбираем «Центр специальных возможностей», «Облегчение работы с клавиатурой» и в разделе «Упростить набор текста», «Установить флажок», «Напротив включить залипание клавиш». А теперь наконец поговорим о том, как же все-таки отключить эту функцию. Если она в данный момент активна, а увидеть это можно по значку «Залипание клавиш» на панели задач, вот здесь, то самым быстрым и легким способом это сделать будет просто нажав на клавиатуре одновременно две любые функциональные клавиши, например Shift плюс Ctrl или Shift плюс Alt. После нажатия вы услышите звуковой сигнал, оповещающий о том, что функция отключена. Или же зайти в настройки ранее показанным способом через параметры или панель управления. И в настройках клавиатуры переместить бегунок в положение «Отключено». Или в разделе «Облегчение работы с клавиатурой» снять отметку «Напротив включить залипание клавиш». И в настройках «Залипание клавиш» снять все отметки. С помощью этих способов вы сможете с легкостью включать и отключать эту функцию, когда вам это будет нужно. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях под видео. Спасибо за просмотр, пока.